Правила дорожного движения штат Нью-Йорк Глава 10. Особые дорожные условия Даже в идеальных условиях управление автомобилем требует полной сосредоточенности и способности принимать наилучшие решения. Это становится еще более необходимым при особых дорожных условиях или в опасной ситуации. От водителя требуется умение управлять машиной на скоростных магистралях ночью, при плохих погодных условиях и в экстремальных ситуациях. Движение по скоростным магистралям Под скоростной дорогой экспрессовой понимается любая разделенная по направлению магистраль, где транспорт движется в каждом направлении по двум или более полосам. Въезд и выезд обычно осуществляются со специальных дорожек, а скорость движения не должна превышать 55 миль в час или 65 миль в час в некоторых сельских районах. Примерами могут служить New York State, Trueway, дороги Соединяющие Штаты и Parkways. Перед пользованием магистрали определите по карте точки въезда и выезда, знаете где они находятся и будьте готовы занять правильный ряд. Если вы пропустили выезд, никогда не пытайтесь вернуться на магистраль задним ходом. Сойдите на следующем выезде и поищите указатели, которые вам подскажут, как оказаться на противоположной стороне магистрали, где вы сможете воспользоваться необходимым вам выездом. Если на въездной дорожке нет знаков стоп или уступи или светофора, используйте ее для набора скорости аналогичной скорости движению на магистрали и влейтесь в общий поток. Подайте сигнал маневра, посмотрите через плечо на приближающийся транспорт. Если необходимо, уменьшите скорость, чтобы безопасно влиться в поток. Если въездная дорожка слишком коротка для набора необходимой скорости, то наиболее безопасным способом выхода на экспрессовые будет остановка в ожидании просвета между машинами. Выехав быстро, наберите необходимую скорость. Во избежание создания помех другим автомобилям по въездной дорожке, останавливайтесь только при необходимости и вливайтесь в общий поток как можно быстрее. Двигаясь по экспресс-вэю, подавайте сигнал смены ряда и контролируйте движение машин сзади вас взглядом поверх плеча, чтобы не подрезать идущую сзади машину. Выключайте сигнал маневра после смены ряда. Следите за автомобилем, въезжающим на экспресс-вэй впереди вас. Приближаясь к въездной дорожке, постарайтесь освободить правый ряд для создания просвета въезжающим машинам. Во избежание резких перестроений следите за знаками места назначения выхода и заранее занимайте необходимый ряд. Включайте сигнал маневра по крайней мере за 100 футов 30 метров до выездной дорожки. Очтившись на дорожке, уменьшите скорость. Часто на выездных дорожках установлен знак ограничения скорости. Выехав с магистрали, поищите знак ограничения скорости и проверьте показания своему спидометру. Новый лимит скорости будет, вероятно, ниже 50 миль в час. На скоростных магистралях высокая скорость сочетается с высокой плотностью движения. От вас требуется исключительная внимательность. Вы должны принимать решения быстрее и владеть автомашиной лучше, чем в большинстве других дорожных ситуаций. Во время длительных поездок планируйте частые остановки для отдыха. В солнечные дни используйте затемненные очки для уменьшения ослепительного блеска и утомления глаз. Ночная езда. Около 90% ваших решений основаны на зрительной информации. Будьте особо осторожны ночью, когда видимость недостаточна. Имейте в виду, что острота ночного зрения с возрастом ухудшается. Ночная езда более опасна, так как видимость по сторонам и по ходу движения ограничена. Держите пониженную скорость, особенно на незнакомых или узких петляющих дорогах. Фары освещают дорогу приблизительно на 350 футов впереди. Фут это 30 см. Ваша скорость должна дать вам возможность маневрировать или останавливаться в пределах этого расстояния. Так называемая езда в пределах радиуса действия фар. По закону, вы обязаны включать фары через полчаса после захода солнца и выключать их за полчаса до восхода. Кроме того, фары включаются при видимости менее 1000 футов и при работе стеклоочистителей во время дождя, снега и слякоти. Включайте фары на рассвете, в сумерках и при тумане. Даже если фары не помогут вам лучше видеть дорогу, они сделают машину более заметной для других водителей и пешеходов. Не пользуйтесь стояночным светом вместо фары. Если встречный водитель мигает вам фарами в условиях плохой видимости, это значит, что ваша машина плохо видна и вам следует включить фары. Будьте внимательны, пользуясь дальним светом. Вы должны переключить фары на ближний свет в пределах 500 футов 150 метров от встречной машины и 200 футов 60 метров от впереди идущей машины, даже если она движется в другом ряду. При приближении пешеходов также следует уменьшить свет. Если приближающийся водитель не переключил свет, мигните ему фарами. Во избежание ослепления направьте взгляд правее. Используйте край дороги для ориентировки, пока встречная машина не пройдет мимо. Для уменьшения ослепления фарами сзади идущей машины переведите внутреннее зеркало заднего вида в ночное положение. Свет внутри автомобиля или уличное освещение могут затруднить видимость. Не включайте свет в салоне, затемните приборную доску. Отрегулируйте положение солнцезащитного щитка для защиты от уличного освещения. Грязные фары и стекла резко ограничивают видимость в ночное время. Грязное лобовое стекло усиливает яркость приближающихся фар. Водите ночью только с чистыми фарами и стеклами. Управление в дождь, туман или снег. При дожде пыли масла образуют гладкую скользкую пленку на дороге. Мокрые листья также могут быть опасными. Имейте в виду, что даже при слабом дожде дороги могут быть очень скользкими. Увеличьте интервал между машинами. Будьте особенно осторожны на поворотах, извилистых участках дороги и въездных-выездных дорожках магистрали. Во время сильного дождя колеса могут начать скользить по воде, а не по поверхности дороги. Это называется эффектом гидропланирования и может привести к потере тяги и контроля над автомобилем. Обычно это происходит на достаточно высокой скорости, поэтому уменьшайте скорость во время сильного дождя. Если вы чувствуете, что колеса теряют контакт с поверхностью дороги, уменьшите скорость. Хорошие шины с глубоким протектором помогают избежать эффекта гидропланирования. Видимость во время дождя уменьшается. В соответствии с законом, при включении стеклоочистителей всегда включайте фары. Замените дворники, если они оставляют полосы на стекле. При тумане включайте ближний свет. Дальний свет отражается от частиц тумана и еще более ухудшает видимость. Заранее включайте сигналы маневра и заранее начинайте тормозить перед остановкой с тем, чтобы предупредить других водителей о ваших намерениях. Зимняя езда. Зима наиболее трудный сезон для управления машиной. Снег, лед и короткая продолжительность светового дня затрудняют условия вождения. Перед началом зимы проверьте техническое состояние автомобиля, особенно колес. Неплохо иметь хорошие зимние покрышки и поставить их заранее, чтобы не оказаться без них во время первого снегопада. Никогда не устанавливайте радиальные и нерадиальные шины одновременно. На переднеприводных машинах лучше всего установить шины для снега или всесезонные на все четыре колеса, а не только на передние. В штате Нью-Йорк разрешается использовать шины с металлическими шипами только с 16 октября по 30 апреля. Дело в том, что штат Нью-Йорк большой и на севере штата намного холоднее, чем в городе Нью-Йорк. Там снега больше, там действительно зима такая зимняя. Во время бури, особенно в случаях предупреждения по радио, пользуйтесь автомобилем только в крайних случаях. Если все же вы вынуждены сесть за руль, очистите машину, включите фары, стекла и стеклоочистители от снега и льда. Проверьте, чтобы в бачке с моющей жидкостью было достаточное количество незамерзающего моющего раствора. Двигайтесь медленно. Даже если у вашей машины хорошая тяга в лед и снег, другие водители будут ехать осторожно. Не нарушайте общего потока более высокой скоростью. В заднеприводных машинах вы обычно почувствуете потерю тяги или начало заноса. Однако на переднеприводных машинах этого можно не почувствовать. Хотя они лучше управляются на льду и на снегу, их тяга также не безукоризнена и занос может начаться неожиданно. Не полагайтесь на лучшую управляемость переднеприводных машин и не развивайте скорость выше разумного предела. Несмотря на распространенные заблуждения, способы выхода из заноса для переднеприводных и заднеприводных машин одни и те же. Если вашу машину начало заносить, поверните рулевое колесо в том направлении, в котором вы хотите двигаться. Если задние колеса заносят влево, руль влево. Если их заносит вправо, руль вправо. Если задние колеса начинают скользить в сторону, противоположную начальному заносу, вращайте руль также в противоположную сторону. Если может потребоваться попеременная смена направления вращения руля, то полностью восстановить. Вам может потребоваться попеременная смена направления вращения руля, чтобы полностью восстановить управляемость машины. Если в вашей машине есть антиблокирующая тормозная система АБС, держите ногу на тормозной педали. При отсутствии АБС слегка нажимайте на педаль, а при снижении скорости нажимайте более часто. Не тормозите резко, это только увеличит занос. При заносе переднеприводной машины уберите ногу с педали газа, перейдите на нейтраль или нажмите на сцепление, но не пытайтесь тут же выходить из заноса вращением руля. Так как при заносе колеса скользят вбок, это замедлит движение автомобиля и тяга восстановится. Когда это произойдет, начинайте движение вращения рулевого колеса в направлении своего движения. Переводите трансмиссию в положение драйв или отпустите сцепление и медленно набирайте скорость. В снег или лед во избежание заноса тормозите осторожно очень легко. Пользуйтесь тормозной педалью, чередуя мягкие и плавные нажатия с освобождением педали. Не доводите до заклинивания колес и при начале торможения юзом немедленно отпускайте педаль тормоза. При уменьшении скорости вы можете перейти на более низкую передачу. Гололеты, снегопад, мосты, выезды и другие возвышенные части дорог покрываются льдом в первую очередь. Помните, что даже после очистки проезжей части снегоочистительной техникой на дороге могут оставаться скользкие участки. От себя добавлю. В снег и лед лучше ездить. Самое надежное. Если есть такая возможность. Ну и следующий раздел. Животных тут берегут. Их тут много. И бывает, что выходят на дорогу. Как избежать столкновения с оленями? Это реально все. Две трети всех столкновений автомобилей с оленями происходит в октябре, ноябре и декабре. Это период размножения, когда животные активно передвигаются, особенно на рассвете и к вечеру, что совпадает с периодами самого нагруженного дорожного движения. Олени передвигаются стадами. И увидев одного, ожидайте других. На большинстве дорог, где происходили столкновения, установлены предупреждающие знаки. Отдел по охране окружающей среды штата Нью-Йорк рекомендует следующие меры по предотвращению столкновения. Будьте особенно осторожны на рассвете и к вечеру, когда видимость плохая, а олени очень активны. Опасность столкновения повышается в октябре, ноябре и декабре. Увидев оленя, стоящего у обочины, уменьшите скорость, так как он может неожиданно выпрыгнуть на дорогу. Увидев оленя, пересекающего дорожное полотно, притормозите и будьте предельно внимательны, так как могут появиться другие олени из стада. Заметив оленей, мигните фарами, чтобы предупредить других водителей. Будьте внимательны, особенно внимательны и осторожны, если на дороге есть знаки, предупреждающие о возможности появления оленей. Следующий раздел. Поведение в аварийных ситуациях. Самое важное правило – не поддавайтесь панике. Вы сможете справиться с аварийной ситуацией гораздо успешнее, если подавите чувство страха. В большинстве случаев у вас будет 1-2 секунды на принятие решения. Некоторые советы. Лопнула шина. Хлопающий или стучащий звук может быть предупреждающим сигналом. Сверните на обочину и проверьте шины. Если шина лопнула при езде, твердо держите руль, уберите ногу с педали газа. Если машина начинает заносить, примените тактику вождения по льду или снегу. Не пользуйтесь тормозом до тех пор, пока не восстановите контроль над машиной. При первой же возможности сверните с проезжей части. Открутились гайки колеса. Ведите себя так же, как в случае с лопнувшей шиной. Удары и звон в области колеса могут быть предупреждением о такого рода неисправности. Сверните на обочину и проверьте колеса. Отказ рулевого управления. Если автомобиль перестанет реагировать на поворот рулевого колеса, уберите ногу с педали газа, включите мигающие аварийные сигналы и не нажимайте на тормоз, пока этого не потребует дорожная обстановка. Естественная балансировка автомобиля позволит продолжить прямолинейное движение, в то время как неожиданное изменение скорости может привести к потере контроля. По мере уменьшения скорости начинайте плавно притормаживать до полной остановки. Отказ тормозов. Если педаль тормоза неожиданно проваливается до пола, но оборвался тормозной шланг, попробуйте прокачать систему педалью для восстановления движения. Если это не поможет, используйте ручной стояночный тормоз, но делайте это плавно. Переход на более низкую передачу так же позволит замедлить движение. Отказ фар. При неожиданном отказе фар включите мигалки, стояночные огни, сигналы поворота. Некоторые из них могут работать, это поможет вам безопасно покинуть проезжую часть. Если свет фар начинает ослабевать, обратитесь на ближайшую станцию техобслуживания или поставьте машину на обочину и идите за помощью. Заклинила педаль газа. Попробуйте поводить носком обуви под педалью, чтобы ее освободить. Ну, бывает, что-то попадает под педаль, если много чего в машине валяется лишнего. Если это не поможет, перейдите на нейтраль, притормозите и остановитесь на обочине. Если в машине есть усилитель руля или запирающееся рулевое колесо, не выключайте зажигание, так как это приведет к отключению рулевого механизма и вы больше не сможете управлять машиной. Съезд на тротуар. Если колеса вашей машины снесло с края дорожного полотна на тротуар, не поворачивайте резко руль, чтобы вернуться на проезжую часть. Уберите ногу с педали газа и мягко притормозите. Уменьшив скорость, убедитесь, что позади вас нет машин и осторожно выруливайте на проезжую часть. Движение встречного автомобиля лоб в лоб. Уменьшив скорость, возьмите вправо и подавайте звуковой сигнал, чтобы предупредить других водителей. Не сворачивайте на левую полосу, так как водитель встречной машины может внезапно прийти в себя и вернуться на эту полосу, что вызовет лобовой удар. Вынужденная остановка на железнодорожных путях. В случае приближения поезда отстегните ремень безопасности, покиньте машину и отойдите как можно дальше в сторону от путей. Бегите навстречу приближающему поезду. Не бегите в направлении движения поезда, так как при столкновении поезда, составленной на путях машины, вы можете попасть под удары обломков. Итак, еще раз читаю. Бегите навстречу приближающемуся поезду. Так, дальше. Не бегите в направлении, а в противоположном направлении, то есть от поезда бежать нельзя. А бежать ему надо навстречу. Только если вы абсолютно уверены, что нет приближающегося поезда, откройте окно, чтобы иметь возможность прислушиваться и постарайтесь завести двигатель. Если это не удастся, поставьте нейтральную передачу и толкайте машину в сторону от железнодорожных путей. Оказались в воде. Обычно автомашина обладает некоторой плавучестью, и у вас будет время выбраться до того, как она начнет тонуть. Отстегните ремень безопасности и постарайтесь выбраться через окно. Не открывайте дверей, так как вода может хлынуть вовнутрь и перевернуть машину, и вы окажетесь под ней. Если машина тонет настолько быстро, что вы не успеваете ее покинуть, переберитесь на заднее сидение. Сзади часто образуется воздушный мешок, так как из-за веса двигателя машина тонет, наклонившись вперед. Когда машина достигнет равновесия, сделайте глубокий вдох и выбирайтесь через окно. Выплывая, вы будете чувствовать давление воздуха в легких. Понемногу выпускаете воздух через нос или сжатые губы. Не старайтесь удержать воздух или выдохнуть его сразу. Пожар. Если вы увидели дым, выходящий из-под капота, сверните на обочину и выключите зажигание. Отойдите от машины, позвоните в пожарную команду. Попытаться бороться с огнем опасно для жизни. Вот так вот. Потери видимости. Если неожиданно открылся капот, отказались щитки или что-то загородило ветровое стекло, опустите боковое стекло и смотрите через него. Включите аварийные мигающие фонари и осторожно сверните на обочину дороги. Конец главы. Вопросы контрольные. Перед тем, как приступить к изучению главы 11, убедитесь, что вы можете ответить на следующие вопросы. Что надо сделать, если вы пропустили выезд с экспресс-вэя? 2. Для чего используются въездные дорожки на экспресс-вэя? 3. Что следует сделать, если въездная дорожка недостаточно длинная? 4. Когда надо подавать сигналы выхода с экспресс-вэя? 5. Что надо проверить, выехав с экспресс-вэя? 6. Почему управление на экспресс-вэя отличается от управления в обычных условиях? 7. В чем состоит главная причина трудности езды в ночное время? 8. Сколько футов должен составлять ваш тормозной путь, когда пределы видимости ограничены светом фар? 9. Что вам следует делать в случае ослепления светом встречной машины? 10. Каким светом фар лучше пользоваться при тумане, дальнем или ближнем? 11. В каком направлении следует вращать рулевое колесо в случае заноса? 12. Как пользоваться тормозной педалью на скользкой дороге? 13. В чем заключается самое важное правило при опасной дорожной ситуации? 14. Что следует делать, когда лопнула шина? 15. Что надо сделать в первую очередь при отказе тормозу? 16. Как поступить, если колесо снесло на тротуар? 10. Спасибо за внимание 15. Как поступить, если колесо снесло на тротуар? 16. Как поступить, если колесо снесло на тротуар?